Уважаемый Глеб Сергеевич, о уровне отношений в Беларуси с Нижегородской областью свидетельствуют самый важный факт. Вы сотрудничаете, как очень развитая область России со 145 странами, как мы подсчитали, может и больше. И Беларусь в этом сотрудничестве занимает первое место. В 2021 году, в прошлом, мы достигли 700 миллионов долларов товарооборота. Это очень большой уровень. И надо сказать, что мы прибавляем постоянно и за эти месяцы к уровню прошлого года. Поэтому мы близки к тому миллиарду золотому, о котором мы мечтали когда-то с губернаторами давно. Я думаю, что мы с вами достигнем этого уровня. Тем более, у нас есть стремление к наращиванию товарооборота. У нас есть резервы и большие резервы. И самый главный резерв – это санкции. Как ни странно. Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами. Не смотреть там по сторонам, не только видеть, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Я вот все больше и больше, говорят санкции, санкции. Я задумываюсь над тем, что Запад того не понимая это подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию России и Беларуси. Если кто-то к нам в этом плане готов присоединиться, то они получат этот серьезный эффект. Нам просто надо немного времени. Потому что развернуть такую махину не так просто, потому что отраслей много, промышленность, сельское хозяйство, другие сферы огромные. Надо время, чтобы развернуться. По импортозамещению – это вопрос номер один. Мы очень серьезно разговаривали с президентом России, вы знаете, совсем недавно. Днями мы встретимся снова. По этим направлениям будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать. Мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать, по сравнению с этой махиной, которую мы имеем, Беларусь-Россия, совсем немного, не буду называть цифры. Мы понимаем, что для нас самое важное направление в импортозамещении – это полупроводники и прочая инновационная продукция. Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать. Нет. Но нам надо достичь того уровня, который в этой части с этими микросхемами, микрочипами имеет мир. Но многое мы производим. Мы производим практически все, но немножко ниже уровня. Ну, как я говорю, что, ну, хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах, пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать «Лады», «Москвичи», а что плохого? Это уже не те «Москвичи» советские, естественно. Но, может быть, еще и не «Мерседесы». Придет время, будут у нас и свои «Мерседесы». И на это время много не надо. Все-таки то, что здесь работали иностранцы, крупные компании, они оставили очень высокий уровень квалификации. И наши люди многому научились. Нам надо время для того, чтобы заместить этот импорт. Что мы и делаем. Но если говорить о легковых грузовых автомобилях, то в Беларуси, слава богу, мы иностранцев не звали к себе. А если и звали, то только небольшой пакет акций. А контроль был за нами. Поэтому уход... Я как-то вот не замечаю такого даже разговора, что у нас кто-то ушел, и мы ахнули. У нас этого нет. Мы ставку делали на свое. Мы не торопились все и вся приватизировать. Вы это знаете. Может быть, вам, как молодому губернатору, не совсем нравится государственная собственность. Все почему-то считают, особенно молодые в России, что обязательно надо все приватизировать, и все будет хорошо. Как показал опыт, увы, не надо торопиться. Надо, значит, надо. Не надо, ну так зачем? Что, государственные компании хуже работают? Нет. А эффективность от них для самой страны и для народа гораздо выше. Потому что какой бы ни был участник, я за ними тщательно наблюдаю, все равно он смотрит в свой карман. Экономика таким образом управляема. Еще раз подчеркиваю, да, нам надо импортозамещение. Но нам надо импортозамещение по отдельным небольшим позициям, даже не отраслям, а позициям, чтобы конкурировать на наших рынках в России, Китае, в других странах. А импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития. Развитие для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно в нашем российском рынке, возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились, сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже, чем в Америке или в Японии, Корее, но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели правительства, собрали в кучу то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. Поэтому выйдем мы из этих санкций и получим от этого солидный эффект. Не увели бы западники, американцы, против нас эти санкции? Ну, прежде всего, вы, нефть-газ, обменивали бы на продукцию реального сектора экономика Германии или США. А так мы будем делать это все сами. Но когда-то мы не отставали ни от Америки, ни от других стран. Мы обеспечивали себя по всем направлениям. Поэтому справимся мы с этими санкциями по импортозамещению. Будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительства имеют поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительства выполнили наши поручения. Потому что так бывает, что поручаем-поручаем. Правильно поручаем и говорим. А результата нет. Поэтому мы договорились с Владимиром Надеевичем, что мы прежде всего сядем и посмотрим. Программа есть, как она реализовывается. Она для нас и, прежде всего, для России сегодня является важнейшей. Вы знаете, что Беларусь является машиностроительной страной. Заслуга наша в том, что мы ничего не разрушили. Вот что было в советские времена, мы сохранили и значительно добавили. Падение было серьезное. Яма. Мы быстро поднялись и развивали свою промышленность. Это, прежде всего, машиностроение. МАЗы, Белазы, автобусы и прочее. И достаточно высокого уровня, которые конкурировали еще с немецкими этими КАМАЗами и так далее на российском рынке. Не очень просто была работа тогда на российском рынке. Вы это неплохо знаете по разным причинам. Сегодня эти проблемы сняты. Общий рынок. Пожалуйста, давайте будем двигаться, развиваться. И определенная поддержка есть со стороны Российской Федерации. Металлургия, радиоэлектроника, станкостроение на достаточно приличном уровне. Поэтому есть, что предложить высокотехнологичным отраслям Российской Федерации. Вы знаете, что недавно мы с президентом были на Дальнем Востоке. Самое, наверное, высокотехнологичное ваше предприятие это космодром Восточный, который создается. Оказывается, мы там востребованы и очень серьезно востребованы. У нас очень развита космическая отрасль в плане спутников и так далее. Поэтому и в этом плане мы можем что-то предложить. Россияне научили нас атомной энергетике. Теперь мы можем строить в любой точке атомные станции вместе с россиянами. Но самое важное еще одно направление, которое мы будем обсуждать с президентом России, это кооперация. Нам надо четко определиться. Но если мы, к примеру, можем производить комбайны хорошие, то нам надо объединяться с Россельмашем и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами, не повторить опыт прошлого. А если мы эти компетенции имеем, значит, надо делать упор на них. И таким образом экономики увязывать. Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент. Как будто, слушайте, это главное уже. У нас есть парламентское собрание. Ну так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший орган власти. Давайте их задействуем. Выдохлись. Будем думать, что создавать взамен. Нет, вот надо обязательно, чтобы взбаламутить народ и там, и здесь, что мы тут уже вот теряет кто-то независимость, кто-то кого-то поглощает. Есть уже такие пошли тенденции, как будто нам нечем сегодня заниматься. Но сотрудничаем же два независимых государства. Сотрудничаем. И притом по всем направлениям даже все не расскажешь публично. Поэтому кооперация, создание совместных производств одно из важнейших направлений, в том числе и в части импортозамещения. Вы знаете, что и легкую промышленность мы сохранили. Поэтому, пожалуйста, если вам нужно будет легкой промышленности продукцию, пожалуйста, начиная от ткани, кожи и прочее, мы можем вам предложить. Что касается агропромышленного комплекса, посмотрите на агропромышленный комплекс, начиная от агрогородков и заканчивая семенами. Если вас это будет устраивать, мы готовы с вами работать. Надо сельское хозяйство в порядок проводить, начиная с агрогородков. Все-таки надо надо деревню спасать в России. Не может быть ни Беларуси, ни России, ни Украины без деревни. Поэтому надо создавать нормальные условия для жизни людей. Посмотрите какой-нибудь агрогородок, если вам он понравится, мы готовы поучаствовать, спроектировать и вместе с вами, или мы сами можем построить вам подобный агрогородок и все производство вокруг него. Знаю, что вы много строите, инфраструктурных проектов, дороги и прочее. Готовы не только поставлять для этого технику, но и готовы участвовать в строительстве подобных инфраструктурных объектов. Мы сегодня производим и те же телевизоры, и автомобили, и полупроводники, и некоторые ВПК. Вот с Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем, мы, значит, продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенции у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа «Искандема». очень хорошее оружие. Поэтому по всем направлениям пытаемся развиваться, и это благодаря вот той ситуации, которая сложилась. Да, санкции – это не сахар, но тем не менее в этой ситуации нам надо жить и развиваться. И мы полны решимости это сделать. Уважаемый Александр Григорьевич, во-первых, я хотел, конечно, искренне влагодарить вас за теплый прием, который вы и ваши коллеги оказывают на белорусской земле. У нас сейчас будет проходить 17-й уже Совет делового сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь. Он работает 15 лет, и за это время товарооборот удалось увеличить в 6 раз. А вот те цифры, с которых вы начали, о том, что Республика Беларусь является первым торгово-экономическим партнером для Нижегородской области, а мы со своей стороны из регионов России на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и приграничной Смоленской области для Республики Беларусь. Это, безусловно, в том числе результат работы этого Совета делового сотрудничества. Мы во многом уникальный регион. Мы до еще сложившихся обстоятельств и окон возможностей, о которых вы только что говорили, постоянно демонстрировали вот этот устойчивый рост. И в 2021 году мы показали рост 47,5% к предыдущему году, к 2020 году, по товарообороту с Беларусью. При этом Россия показала 34%. То есть наш вклад в этот товарооборот, в этот рост показателей общий страновой, он очень-очень значительный. Отдельно хотел остановиться на цифрах. Вы сказали про 690 миллионов долларов товарооборот. Это абсолютно справедливая, правильная статистика, которую ведет правительство Республики Беларусь. Но у вас в том числе в качестве московских товаров учитываются те, которые производятся в Нижегородской области, но при этом проходит и растаможку, и проходит по учетным позициям именно московского региона. И то же самое происходит по импорту. Поэтому мы со своей стороны видим, что товарооборот за 2021 год составил миллиард 130 миллионов долларов. То есть мы уже перевалили этот золотой миллиард, о котором вы говорили, благодаря, безусловно, нашему сотрудничеству. Мы имеем около 800 организаций, которые постоянно работают с белорусскими партнерами. Со своей стороны у Беларуси 480 контрагентов работают с нижегородскими контрагентами. Это очень большой взаимообмен и очень большие взаимные контакты. Надо отметить, что в этом товарообороте 77 процентов пока это экспорт Нижегородской области в Беларусь. Сейчас мы в результате открытых открытых возможностей создали центр импорта и импортозамещения. Раньше всегда говорили про импортозамещение еще там с запамятных времен. Здесь обращаю внимание, что центр импорта и импортозамещения. То есть мы, иными словами, работаем в том числе по увеличению позиции по возу в Россию и цель, конечно, изменения структуры этого импорта. Куда? Конечно, в первую очередь на Республику Беларусь от недружественных стран. Этот центр импортозамещения провел очень небольшую работу уже за два месяца. Хороший такой штаб получился. Мы набрали туда людей от предприятий, от наших, от заказчиков, от тех, кто могут предложить наоборот импортозамещение. И создали каталог, состоящий из 4500 позиций, конкретно описанных в том числе с точки и технических требований. Перед вами лежит такой резюмирующий каталог, но если открыть, допустим, десятую страницу, то по QR-коду могут все белорусские производители выйти на этот каталог с конкретными совершенно уже описанными требованиями к продукции. Если дальше открыть одиннадцатую страницу, мы можем увидеть товарные позиции, их 55 всего. И очень забавные, кстати, показатели, можно на них посмотреть, например, хвойные вечные зеленые деревья, например, 34,4 миллиона по товарной позиции идет импорт в России из недружественных стран. То есть это, по сути, ниша, которую можно спокойно занимать. И так идут позиции по каждой товарной номенклатуре. Но я хотел отметить, что мы с Беларусью имеем очень много общего с точки зрения структуры нашей экономики. Мы на самом деле тоже регион, где 90% нашего ВРП это промышленность, причем обрабатывающая промышленность. То есть у нас добывающей промышленности нет, у нас очень большая доля машиностроения. Кстати, вы говорили про атомную промышленность и про наше Стройэкспорт и основные организации Росатома находятся как раз в Нижегородской области и у нас 10% чего нет ни в одном регионе от нашего объема промышленного производства это атомная промышленность. Ну и естественно очень большую роль в товарообороте тоже играет атомная промышленность между нашими странами. Безусловно мы также множество компетенций сохранили и в этой связи может быть по товарным позициям которые мы можем производить совместно их там не такое огромное количество как у каких-нибудь регионов где промышленности нет. Но зато у нас и для кооперации огромное пространство для совместной работы. Хотел отметить что у нас уже есть совместные предприятия у нас есть решения последних двух месяцев по созданию новых совместных предприятий ряд из них мы сегодня посетим мы будем безусловно и организовывать производство сельскохозяйственной техники и дополнительные продажи здесь хотел отметить что у нас действительно с тех пор о которых вы рассказывали очень сильно развилось сельское хозяйство около 4 тысяч единиц сельскохозяйственной техники которые находятся сейчас в полях в Нижегородской области это белорусского производства 62% от всего количества такой техники и мы конечно заинтересованы в увеличении объемов и один из вопросов которые хотели поставить это как раз таки возможность ускорения поставок сельскохозяйственная